Сейчас стали ставить даже на поворотики, где нельзя ставить. То есть ехать по прямой, на повороте стоят машины. Приезжает большая мусорная машина, она не может ничего сделать, она не может развернуться. Длинные парковочные ряды практически полностью оградили дома на улице Луначарского от проезжей части. На въезде на улицу установлен знак «Остановка запрещена», но водителей подобные меры не останавливают. Как итог, вместо двух полос движения на дороге фактически есть только одна. Во дворах ситуация еще хуже, жалуются жильцы. Если с поворота Марата едет машина, и с Луначарского едет машина, кто кому уступает? Уже никто никому уступает. Вот встанет и сигналит. Если поедет вниз машина задним ходом, то он упрется и может совершиться авария на повороте Марата от Луначарского. Это пойдет в гору. А преимущество у кого? Конечно. Здесь тоже упирается на поворот, где стоят машины. То есть это аварийная ситуация. О том, что проблему необходимо решать в оперативном порядке, наглядно показала недавняя ситуация, говорят местные жители. Выносили покойника, невозможно было. Скорая подъезжает вот сюда вот и потом вот несут вот так. У нас в основном сейчас живут все пожилые люди. В основном пожилые люди. Скорая не подъедет, коляску не вывезти. И вот это машины. У нас вот сейчас вот стоят две машины с нашего дома. Только всего две машины. Остальные стоят чужие. По мнению члена Севастопольского штаба Общероссийского народного фронта Ивана Камилова, чтобы решить сложившуюся проблему, необходимо комплексно подойти к вопросу парковок в центре города. Возможно, нужно создать зону платной парковки на всей территории центральной горки. Тогда это хотя бы урегулирует вопрос тех, кто просто банально не хочет платить за парковку и пытается сэкономить свои средства. И, конечно, нужно защитить права тех людей, которые здесь живут десятилетиями. Еще одна проблема, которая не решается на улице Луночарского уже как 15 лет. Обрушающаяся подпорная стена в одном из дворов. Крупные повреждения видны невооруженным взглядом. А близость опасного объекта к детской площадке особо настораживает. Все обращения в департамент городского хозяйства результаты не привели. И данную подпорную стену никто в программу ремонта не вносит. При этом это реальная угроза жизни и здоровья людей. Боюсь трогать, потому что потом обвинят, что я тоже колупальщик. Но видно, что буквально следующий дождь уже может привести к обрушению. И вот это постоянно происходит здесь. Были маленькие дырки, потом больше, больше дети сковыряют. Потом однажды маленькие детишки в железо туда игрушки прячут. И однажды на одного ребенка выпал кусок от стены. Дети просто наверху прыгают иногда с этой стены. И она может орошиться, и ребенок может получить травму. Иван Камилов считает, что неподалеку от этой проблемной подпорной стены есть яркий пример того, как необходимо подходить к обустройству подобных объектов. Этой подпорной стене, наверное, более 100 лет, потому что она пережила войну. И вот так должны бы выглядеть были бы севастопольские подпорные стены. И специалисты могли бы изучить этот опыт и применять его при реставрации, при ремонте севастопольских подпорных стен. Жители улицы Луначарского выразили надежду, что руководство города услышит их обращение и примет необходимые меры. Кирилл Попов, Дмитрий Лелека, Севонформбюро.